всем привет сегодня тема видео будет как сделать bluetooth колонку в данном случае в машину то есть я как бы у меня маленький грузовичок монотоннажный когда еду скучно понятно едешь далеко включаю на телефоне допустим какой-то youtube канал слушаю новости обратите внимание слушаю не смотрю потому как смотреть это чревато последствиями и так делать bluetooth колонку буду на вот таком вот модули x u 40p но обычно он не 40p а 40w почему мне попался по не знаю может из-за цены как так как допустим стоимость его там 8 долларов а этот я купил за 4 как бы работает я его проверял то есть ничего критического не то что за модуль короче модуль получается 40 ватт то есть он может как бы на каждый канал я так понимаю поддерживать по 20 ватт скорее всего динамик но это на пике в данном случае я экспериментировал с разными динамиками то есть получается подключал более мощные более получается микросхема кипяток греется до такой степени что вот эти вот конденсаторы просто отпаялись у меня их припаива то есть как бы нужно грамотно подобрать и к нему именно динамик дальше что ну что сам модуль свой представляет как бы вот есть выход на подключение подключаем от 6 до 26 вольт то есть машину идеально подходит на аккумулятор как бы 12 вольтовый 24 вольта когда в бортовой сети то есть это либо легковая машина либо грузовик это тяжелый то есть как я подключаюсь можно подключать через вот здесь через контактную площадку допустим плюс минус данном случае выполнена вот здесь на плате плюс минус получается защищаешь провода подключайся сюда я пошел другим путем у меня масса есть вот таких вот штыки ролл не используются как бы в видеонаблюдении допустим то есть и получается намного удобнее то есть как бы будет получается съемная эта плата то есть захотел отключил то есть как бы все она автономно включать дальше что я буду использовать в качестве ну скажем так коробочки то есть для модуля я буду использовать и вот такой вот есть у меня старый радиоприемник не знаю ему лет наверно 20 скажем так у лет 15 это точно нет скорее всего что 20 ну что я с ним сделать так я где-то что-то с ним видать уже раскручивал получается где-то что-то я уже пытался делать аккуратно его рассказываем что мы здесь видим антенна это все я как бы уберу сейчас отсюда все лишнее плата плата нам тоже не нужно вот таким вот образом получается я распотрошил ну так визуально пока то есть у каждого может быть коробка другого плана то есть то что найдет то есть и так вот плата у меня сюда она стоит получается вот можно даже вот сюда в это место уголочек саморезом закрепить как бы она нормально получилось то есть с этой стороны в принципе голых никаких контактных дорожек нету ну как бы можно кусочек текстолита подложить ну обратно же такие у каждого это индивидуально будет то есть еще какие-то вот здесь часы стоят китайские то есть как бы нас 21 век на дворе это все нам уже не нужно лампа высыпался в принципе понятно то есть корпус подбираем динамикой в данном корпусе у меня на 5 ватт я думаю его будет достаточно так как помню орала это родейкам довольно таки неплохо вот сейчас мы все сделаем увидим как я хочу установить ну хотелось бы чтобы именно разъем или этот под штекер под питание как-то запустить старые разъемы не получится так как специфика именно корпуса не подходит под это я думаю можно просто просверлить вот в данном месте будет сверлом отверстие чтобы проходил сам штекер он как бы длиннее чуть то есть чтобы он проходил туда вот таким вот образом компактно я думаю подключаться что еще хочу как бы я по платье забыл вот сказать сразу подключение самих вот динамиков здесь есть два канала на динамике то есть два средних это у нас минус и два внешних это плюсовые то есть плюс динамика сюда 2 динамика сюда и минуса соответственно у каждого динамика вот они рядом ну как бы схема подключения просто по этой кнопки если не говорил напомню то есть сюда у нас идет увеличение громкости то есть я его сделаю увеличение громкости до максималки как бы и все то есть вниз это получается уменьшение здесь есть play есть пауза допустим если идет видео на ютюбе можно нажать там паузу потом опять-таки play но это все будет делаться с телефона как бы я его зашью и управлять я в моем случае я управлять вот этой кнопкой него и что еще по этой по этому модулю сюда можно установить и как бы впаяться сделать выход под флешку ну обратно таки кому это нужно в моем случае я как бы флешку использовать не буду это будет чисто проигрывать или по блюту за телефон и так продолжим сейчас нужно убрать вот эту всю требуху отпаять вот эти провода сейчас это все быстренько сделаю так отпаиваем наши провода динамика все вот эта требуха как бы не нужно и так подключил я проводку то есть сначала я хотел использовать вот этот разъем то есть вывести его где-то сюда просверлиться потом решил что лучше как бы будет вывести вот такой вот такую маму разъем для батареек и уже как бы в машине подведенным папой подключаться либо в разъеме в самом либо сделать как-то на сторону здесь просто будет удобнее это сверлить и так по подключению повторюсь вот у нас выхода плюс минус от 6 до 26 вольт вот я вывел два провода они пойдут на штекер использовал как бы вот этот вот канал также получается минус плюс провода у меня в данном случае черный ну то есть так как они короткие то сразу будет видно куда на динамике там подать плюс куда минус либо прозвонить у кого там длиннее него дальше я буду устанавливать и и вот в этом место фиксировать болтиком это все дело так зафиксировал плату вот таким вот образом она получилась то есть плата никуда не касается в динамику в металлическим частям она над ними то есть у кого какой корпус в принципе можно приклеить либо термо клеем там либо саморезами то есть по углам платы здесь четыре отверстия то есть как бы для крепежа то есть как бы проблем с этим никаких нету теперь нужно укоротить данный провод то есть чтобы подогнать его вот под сам динамик получается где-то вот так я его отрежу чтобы лишнего не было так получается сразу зачистить его я как бы пропаиваю это дело всегда на пайке в смысле сюда в контакты я пропаял лучше к лучше крепится даже сам контакт когда пропаяно сейчас я пропаяю провода под динамик и и продолжим и так будем наши провода я предварительно нанес флюс на это что-то маловато плюс я использую убойный он не требует смылки как бы такой флюс как бы есть у меня понятно точно как бы немножко для другого повода дальше дальше наши плюс получается крайний контакт с два средних это минуса получается вот он пошел сразу как бы на динамике есть обозначение если даже и обозначение нету это принципе не беда как бы очень просто найти на самом динамике плюс минус для этого нужно взять батарейку полтора вольта пальчик обычный и подать питание на вот эти вот контакты динамика и получается при подачи правильной когда правильная полярность в самом динамике ну та часть которая с матери она чуть приподнимается получается ну звук там был такой и приподнимается вверх то есть тогда правильная полярность получать смотрите на батарейке не минус когда поднялась значит вот у вас минус с другой стороны плюс то есть припаиваем здесь это готово припаяна теперь осталось вот эти вот провода вывести в отсек для батареек и укоротить их тоже как бы для нужно до нужной длины то есть лишнее оно не нужно вот таким вот образом все у нас получается прячем наши провода собственно как бы корпус готов на батарейках она в принципе работать не будет впихнуть сюда 18650 не получится из-за размеров разве что и штучки ну не суть важно то есть в данном случае она будет работать от автомобильного аккумулятора на штекере все то есть сейчас задача измерить провода чтобы штекер можно было бы поставить допустим вот сюда вот здесь как бы идеальное место и можно приклеить его термоклеем здесь просверлить дырку да вот так я сделаю сейчас режу провода на такую вот длину можно чуть-чуть сделать запас запасом не помешает так защищаем наши провода таким вот образом плюсовой немножко не по фальшую зачистился доступа как бы вот еще теперь ставлю штекер на штекер скорее всего я лудить не буду провод должно но и так хорошо держаться так на штекере у нас есть плюс минус как видно вот у нас плюс вот минус подключаемся минус на минус плюс на плюс итак длины провода как раз хватает то есть идеально штекер упирается сюда то есть здесь буду стрелять отверстие сейчас потом это можно будет закрыть крышечкой получится вот такая автономная колоночка симпатичная дальше 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 что я могу сейчас сейчас я возьму блок питания подготовлю сейчас вот этот штекер чтобы показать наглядно как это все будет выглядеть в автомобиле ну и подключение соответственно сделаем как она будет играть сейчас продолжим и так собственно говоря вот на блоке питания 12 вольт имитация допустим автомобильного аккумулятора то есть подключаем ох ёлки пахте а шагнулся блин и так мы видим вот у нас замигал модуль то есть светодиод модуля то есть получается он ищет куда бы ему это прицепиться где бы ему найти bluetooth вот у меня подопытный кролик телефону такой вот старый который я использую как навигатор там мультимедиа в машине итак то есть включаем bluetooth вот там пошел поиск 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 что-то там она ищет вот у нас нашло xp 40w спрашивает создать пару учета резкость как бы не наводится не удалось создать пару так как я это не нажал вот мы видим подключено для аудио получается готова то есть светодиод у нас как бы светится получается постоянно то есть сейчас мы включим какое-нибудь видео на ютюбе щас я как бы найду что-то нейтральное что нейтральные нейтральная музыка скажем так музыка за музыку меня забанят сразу вы видите вот сейчас как бы у меня потребление показывает что это 150 миллиампер даже не 150 15 миллиампер то есть 15 миллиампер сейчас потребляет как бы плата в таком режиме что она подключилась телефону там допустим и все работает итак вот видос как стать популярным как набрать первую тысячу подписчиков в ю тубе орет она нормально ну понятно да все четко работает получается еще когда включаем у нас светодиод у нас опять-таки замигал да ну орет она конечно ну как бы в принципе вот она готовая работа то есть получается работает хорошо как бы ну это будет очень таки удобно во время того как динамику у нас работает видите потребление возрастает там 150 миллиампер то есть в принципе как бы все готово осталось только держать корпус закрепите данный разъем и в принципе можно пользоваться и так просверлил я отверстие здесь в боковине внутренний штекер мама залил просто термоклеем сейчас он как раз застывает то есть получается это все будет принципе аккуратненько довольно таки все крышечку закрыл вот она готовая колонка то есть как бы получается еще что я хочу попробовать хочу попробовать подключить час ее от powerbank обычно то есть у меня обычный вот и избе кабель как которых множество у всех есть подключаем минус на минус вот хочу попробовать или будет работать от 5 вольтового парбанка на плате указано там 66 26 вольт и ну так как у меня 5 ваттный динамик я думаю что скорее всего от powerbank она работать будет вот так незамысловато я подключил берем пауэрбанк 1 ампер 2 ампера давайте в 1 ампер сейчас мы втыкнем так у нас заработала колонка получается вот у нас засветился в индикатор засветился индикатор берем наш телефон включаем включаем видос на ютюбе что-нибудь вот такое вот сразу хочу сказать что данный способ не подойдет для всех вайфай роутеров нужно смотреть орет она будь здоров то есть машине его будет прекрасно слышно то есть допустим в данном случае ну вот такая вот bluetooth колонка уже готовое изделие то есть и как бы работает от пауэрбанка то есть можно какой-то переходничок присобащить вот как я придумал принципе вот так вот стоимость там модуля вообще там смешная принципе дешевле нам ночам bluetooth колонка может у кого-то тоже какое-то вот таких вот радио разных разнообразных с такими динамиками там пять десять пятнадцать ватт их великое множество всех валяется потому как они уже по сути не востребованы то есть одна колонку самое то все